доброе утро друзья сегодня я хочу начать показ свой вот такого прекрасного сервиза который у меня лежал долго я покупала это еще несколько лет назад германии и оставляла у родственников келлере наконец-то я потихоньку заканчиваю свои коробки запасами сервис метод очень нравится он такой вот флористической темой с названиями растениями например циклами ну так и два блюда были еще такие в то время это 70-е годы по моему итальянские тарелки потому что купила их моя дочь вот и они тоже вот сюда тематикой с названиями растениями такой красивый соусник это в юночке у нас в россии называется и научное название сейчас не смогу прочитать потому что очень мелкий шрифт и тарелочки суповые и мелкие суповых по моему пять тарелочек и мелких и сервиз очень красивый и это у нас немецкая мануфактура вайден сюда еще входит вот таких три блюда так полагается что сервис был намного больше ну все что дошло до нашего времени рисунок одинаковые и такие столовые приборы это серебрение две лопатки лопатки не маркированные а вот вилки ложки это это немецкая немецкий производитель посеребрение 6 ложек 6 разберу их и покажу конечно нужно их почистить потому что долго лежали все увидите сейчас настрою нет наверное не видно и вот здесь еще маркировочка стоит 80 вот это вот вас и была куплена тоже в социальном магазине по-моему я заплатила за нее то ли 7 евро ну что-то около до 10 скажем то я не запоминают цены иногда покупает что-то хуберт поэтому ну примерно цены от 2 если это мелочь какая-то и выше сервиза я вам показывала цены социальных магазинов сервиза стоит и 40 и 20 чем-то цены абсолютно разные поэтому я не всегда помню что я поскольку покупал ну примерно это китайский фарфор очень красивая ваза но к сожалению на мне досталось без крышки когда я зашла на ebay посмотрела цены разнились от 50 до 250 евро но там была роскошная крышка и к сожалению у меня она без крышки вот такая вот печать и вторая китайская вазочка очень милая красивая сначала я подумала что это не такая техника когда делают обжиг фарфора или там фаянса добавляют проволочку то есть рельефный рисунок но потом я поняла что нет это рельефный рисунок и каждая крылышко еще обрисовано золотой тесьмой тоже милая красивая вазочка купила я ее где-то по-моему евро 5 на ebay она продается за 15 вот эта малышка меня сразила у меня есть вазочки такие вот маленькие миниатюрные и моя сестра тоже собирает любит вазочки мы воскресенье поедем байроид и я сниму там видео то что у нее стоит в ее старинном серванте шкаф комод очень красивый сниму вам видео и выставлю скорее всего может быть понедельник вы увидите новое видео вот такая вот красота не маркирован скорее всего это италия так теперь вот наверное остановлюсь вот на этом прекрасном графинчики он маленький сантиметров 15 может быть где-то объемом на пол-литра для соуса может быть для масла для уксуса я я не знаю куда я можно красно применить очень красивый он новый что пробка видите не использована даже и вот такой цинковый виноград гроздь винограда теперь начну с чайных пар которые я приобрела в этом социальном магазине который я показывала видео мы после грибов поехали с хобертом заехали в городок где был праздник на который мы не успели но зато мы зашли в этот социальный магазин чайная тройка костяной фарфор это тройка довоенная и вот именно здесь основное блюдце она потертое то есть его сильно использовали и любили песню и чай она очень очень легкая такая объемная просили показывать рисунок на большой тарелочки пирожковые называют спасибо всем кто поправляет и дает мне информацию я учусь спасибо огромное так и звуки наверно вставляю в кофе так следующее три у нас вот такая прекрасная тоже костяной фарфор и красивые букетики сначала подумано что это шуман но нет это та же компания сейчас если получится меня прочитать я вам скажу в интернете конечно же я нашла они информацию вот она сейчас уже не существует нет не смогу ли очень мелкий шрифт нужно лупо ну это германия не англия так далее вот эта чашечка мне очень нравится посмотрите на ее ручку очень красиво и ножку тоже рельефный рисунок легкая легкая и если посмотреть на свет то она просвечивается тарелочки конечно они более из плотного фарфора таки они имеют вес такие блются так следующее чайное трио у нас с таким красивым полевым букетом это у нас эльтман это тоже старая довоенная чашечка трио сейчас по-моему эта мануфактура уже не закрыта тоже цвет слоновой кости так получилось что я купила 6 тарелочек а сейчас не наблюдаю где еще одна поэтому вот эта чашечка она не тройка это двойка и она мне очень и очень нравится такое тусклое золото костяной фарфор очень удачное сочетание золотом краска малина золотое какая-то осенние такая тематика наверное потому что я люблю осень это же она 60-х годов это чашечка такая красотка посмотрите я уже боюсь ставить камеру на паузу потому что у меня иногда накладывается кадр на кадр и получается что озвучка не соответствует картинке это довоенная чашечка но к сожалению здесь есть небольшой скол где-то я вот его наблюдала но он практически незаметен или на блюдце есть точно сейчас уже не могу найти тоже очень легкая вот это я купила в социальном магазине теперь в нашем социальном магазине я купила вот такие вот красавицы кофейные пары это одна и две одинаковых но только разные по цвету посмотрите черная и зеленая роскошная роза тарелочки мимо которых я никогда не прохожу они с подвесом печатью это целые серии у меня их очень много все они выставлены в группу в инстаграм вконтакте заходите смотрите эта картина известных мастеров можно собрать целую галерею и вот такая прелесть тоже это компания у нас у них цель 90 88 года и она с подписью художницы суламит юлинг я посмотрел в интернете есть разные рисунки это больше мамин день к этому дню выпускались тарелочки совершенно очаровательная вещь тоже это рембрандт такая чуть побольше чем эти тарелочки наверное 22 сантиметра или 24 дальше такая роскошная тарелка это франция тарелочка для декора ставится на подставочку состояние новые вещи название тарелочки романтик вот эта вещь мне очень понравилась но информацию я о ней в интернете не нашла это стопроцентная ручная роспись полностью без прорисовок и вот ее печать но в интернете я не смогла найти что ручная работа это понятно это конечно же германия как мне кажется вот это вот производитель очень известная германия я думаю что это тоже была лимитированная серия мне так хочется думать и последняя тарелочка это мне понравился рисунок и она довольно таки глубоко винтажная есть небольшие потертости но я все равно взяла ее потому что это у нас артсберг тоже нечастый гость она такая большая по моему 24 сантиметра ну и напоследок я оставила конечно вот такую вот вещь эта вещь антикварная ее печать обратите внимание ее печать соответствует 1902 году причем печать менялись очень часто чуть ли не каждый год то есть эта печать это можно сказать возраст этой вот сахарницы или конфетницы я не знаю что это 1902 1910 максимум то есть вещь антикварная кобальт я конечно когда увидела почему ее не забрали я не знаю вероятно здесь была крышечка хотя может быть и нет потому что здесь проставлен рисуночек вот на дне и был такой золотой ободочек возможно и не было крышечки эта компания закрылась тридцать седьмом году хотя она от была открыта 1824 году и вещи у нее конечно уникальные но мне за все время встретилась в первый раз я посмотрела логотип все клейма этой компании даже то что встречали дело ставились позже клейма я не встречала на рынках в общем скажем что мне несказанно повезло такая вот красотка антикварная ну на этом друзья я заканчиваю времени видео получилось большим я думаю что вы утомитесь смотреть всем мира и добра и понедельник будут выпущены еще два видео может быть три надолго не прощаюсь пока пока